Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о себе. Добрый день, я студентка Северо-Западного политехнического университета Михайлова Ксения, мне 23 года, обучаюсь на четвертом курсе. Заканчиваете? Скоро заканчиваю. Скоро заканчиваете этот университет? Четыре года уже в Китае или что-то было до этого? Было два года языковых курсов. Два года? Почему два года? Можно сказать, полтора. Первый год, в девятнадцатом году, когда я окончила школу, я поехала в Харбин от компании Си Хиа на языковой год. Там я, к сожалению, отучилась только полгода, потому что начался коронавирус и все дела, да. И вас отправили обратно? Я из-за того, что была вне Китая, нам, по-моему, я уже плохо помню, предложили выбор продолжать учиться онлайн, либо пройдет время, сказали, что откроетесь и закончите, потому что тогда все думали, что коронавирус все-таки на очень короткий срок. Я и моя подруга отказались от онлайн. Коронавирус не закончился. Пришлось заново проходить языковой год. Но спасибо компании Си Си Си. Тогда было возможно заплатить небольшую сумму, вроде бы пятьдесят тысяч рублей, и заново пройти языковой год. А вот эти первые годы в Харбине, все равно какое-то первое впечатление у Китая сегодня? Конечно, конечно. Мне очень понравилось. Конечно, был бешеный темп обучения, но мне очень понравился город. Мне было ощущение, что я где-то прямо за границей до границы, потому что Харбин все равно такой советский город. Больше похож на Россию? Да, больше похож на Россию, да. Говорят, что его строили русские, но мне плохо с историей. Мне очень понравилось. Я тогда ездила с мамой. Моя мама приезжала, она влюблена в этот город. Мне тогда понравилась организация, понравилось, как проходили уроки. А как проходили уроки? Было четыре предмета. Это базовый китайский, аудирование, чтение и говорение. А вы полностью с нуля? Да, я полностью с нуля. И как, ну вот вы приехали в этот Харбин? Все равно же это какой-то нет шок языковой? Потому что это был большой шок, потому что никто не говорит по-английски. Сейчас ситуация с английским лучше, но тогда это было... Учителя полностью вели на китайском. Я помню, что у меня китайский было невероятно. Потому что я перед поездкой учила мама-папа и числа 1-2-3. Никакого не было. Никакого не было. Вообще. И меня очень удивило, что были ребята, которые уже там музыческие, третий, или ещё как-то, которые уже учат китайский долгое время и приехали на языковой. Я тогда такая, ну что мне делать? Но в этом были свои плюсы. Потому что они также нам помогали. Они нам помогали. Ребята, у которых был уже хороший уровень китайского, они нам помогали. Вот. За что я им очень благодарна. Потому что всё равно учителя вели все предметы на китайском. И ничего не было на английском. И было сложно, что вы приехали, и такой темп, а всё на китайском было. И было так, что в день изучали по 8 новых слов. И как-то это всё было очень спонтанно в первое время. Я помню, первые экзамены. Это такой очень приятный опыт. Он закалил вас? Молодость. Молодость. Вот. Закалил? Да. Конечно, закалил. Казалось тебе, что всё по плечу. Можно свернуть любые горы. Ооо. То есть китайский поднял вашу самооценку? Конечно, конечно. Но всё равно Фарбин был первым. Потом какие города были? Вот языковой год вы немножко не окончили. Потом? Да. Потом я уже училась онлайн. В Тимзинском университете. Университете. Мне тоже всё понравилось. Были приятные учителя до сих пор. С некоторыми я могу поддерживать связь. Ого! Я когда поступила в этот университет, мне очень радовалась моя учительница по китайски. Они обрадовались, что мы сюда поступили. То есть хороший университет северопринский. Да. Наш университет всё равно считается хорошим. Двадцать двадцать первым или по какой вреди. По Китаю. Да, по Китаю. Вот. И всё равно, разговаривая с китайцами, надо сдать гао-као. Ну, очень высокий уровень, чтобы поступить в наш университет. Да. Не все поступают. Нифига себе. Да. Включила стипендии. Фу-фу-фу. Да. Вы смогли стипендию на четыре года? Или были и подъемы, и взлеты? У меня первый год был, получается, из-за того, что онлайн. Учёба бесплатная. Проживание, получается, стипендия, как такого не было. Потом второй курс. Мы уже по первому году опять подавались на стипендию. Получается, я получила также первую. Потом уже шли вторая, вторая стипендия. Там просто бесплатное обучение. Вот. Стипендию я получила только один раз. Когда приехала в августе, мне сказали, вот, когда приезжаешь, с такого момента начинается стипендия. Вот. Я приехала в августе 23-го года. Мне в 23-м году в августе и заплатили. Были и они в пункте? Были и они в пункте. То есть ваш путь – это харбин. Потом онлайн-учёба в Тиндзене. Тоже экзамен сдавали онлайн. Да, экзамен сдавали онлайн. Сложно было? Легче, конечно, намного легче. Потому что после харбина я всё равно был перерыт. Но я продолжила учить китайский. Да, поэтому мне легче уже была база. И, понятно, были те же самые учебники. И когда одни учили другое, я уже изучила много периодов. Отлично. И потом поступили сюда. Да. В бакалавриат. Год заканчивается. Ваша специальность? Маркетинг. Маркетинг. Вам нравится? Да. Достаточно знаний получили? Достаточно. У меня есть какие-то плюсы и минусы именно в учёбе здесь, в МПУ. В МПУ. Всё прекрасно. Мне очень нравится новый кампус. В котором мы живём. Да. В котором мы живём. Новый кампус. Он очень просторный. Мне очень подходит то, что я не человек, который зашумивнул в городе, машины, движ. Нет. У меня вот такая спокойная… Движ по нижней правах. Не про меня. Вот. Спокойная обстановка. У нас за кампусом, в принципе, всё есть. У нас есть торговый центр. Даже если недалеко. У нас есть в аренду пайки и тому подобное. Куда-то съездить. Вот. До города сейчас всё стоит. Ну, нормально. Так, спокойная жизнь. Для учёбки ничего не отвлекает. Для учёбки, да. Просто подходят, ничего не отвлекают. Можем сосредоточиться на учёбке. Прогуляться. У нас бассейн есть. И спортзал есть. Всякие… И футболы. Взять теннисов. Футболы. В разных мероприятиях. Да. Поэтому всё есть. Ничего не надо. Плюсы. Хорошо. А минусы какие-то выделили для себя? Минусы? Как-то, как бы, прям нет. Может, да где-то организация подкачивает. Но это всё равно из-за того, что у супервайзеров очень много… Много учеников. Много дел. Понятно… Все мы люди. Да. Да. Все мы люди. Поэтому… Нет. Всё отлично. Единственное, был шок. Когда я только поступила. Казалось, что предметы надо выбрать самим. Самим потратилировать полностью свой учебный процент. Да. Самим. Если там какая-то состыковка с другим предметом, надо удалять другой предмет, добавлять всё это, планировать. Очень, конечно, сложно. И зачастую… Это может быть и минус. У многих получается так, что не успевают пройти все предметы. Да. Либо, потому что в этом семестре не получилось взять предмет, придётся в следующем году или в следующем семестре. Вот. А так, нет, всё отлично учителям. Акзамент заплатно писать нельзя? Сложно, но… Возможно? Возможно. У меня специальность мегитарная. Конечно, важно знание языка, но какие-то прям космические знания – это не особо требуется. Всё равно учителя идут на уступки, знают, видят, что мы иностранцы. Не требуют от нас прям академического знания китайского языка. Всё равно идут на уступки. Ну и на парах понимаете уже? Когда начали понимать? Наверное, как приехала. Прошло некоторое время, и я стала понимать. Не было как такового опыта оффлайн разговорного китайского языка. Поэтому, как я приехала, было сначала очень непонятно, что учителя говорят, что они хотят. Также в магазинах. Но сейчас уже и прокачался разговорный уровень языка, и про письменно говорить не будем. Вот. Разговорные, слуховые навыки. Вот. В принципе, это очень важно. Нравится вам, чувак и здесь. Скоро заканчиваются ли какие-то тревожные моменты, или будете скучать? Поступление на администратуру. Вот это мы чуть позже разберем. А сейчас мы поговорим о плюсах и минусах Китая. Нет, давайте так сначала. Вот вы сюда приехали. С какими неожиданностями для себя вы столкнулись, с которыми вам пришлось долгое время мириться, чтобы привыкнуть? Не так, чтобы... Ну ладно. Неожиданности. Ко чему сразу привыкли? Или было что-то такое, что вот приходилось с ним состыковываться? Не будем говорить про размер одежды. Почему? Давайте скажем. Размер одежды. Размер одежды. Сейчас все равно в Zara H&M можно найти. Это международные все равно. Да, международные. Как-то на Taobao все равно стоит поискать. Но сейчас, слава богу, существуют такие магазины плюс сайз, которые я часто наведываюсь. Вот. XXXL. Я не знаю, что тут. Но это китайский. Можно понимать, что это китайский XXXL. Это вообще не европейский. А сама по себе китайская одежда очень маленькая, короткая, да? Да. Да. Но сейчас все равно китайцы тоже стали высокими, сильными. Поэтому, мне кажется, у них тоже меняется в этом плане блюдо и размерная сетка. Еда. Единственное, что большие порции. Острое. Ну, к острому я привыкла быстро. Я помню, в первые дни, конечно, у меня очень болел живот. Ого, болел живот. Это остроты, китайские. Вообще, если еды, может быть, заспрезы. Вы привычны нам, да? Да. Насколько я помню, он болел у всех. Вот. Порции большие были. Очень большие. На сколько покажите? Вот такие вот порции. Да. Вот такая тарелка, вот такая порция. Да. Причем было жалко, что я это не доедаю. Все равно я с таким воспитанием, когда надо доесть или вот мне оставлять. Ну и сейчас уже все прекрасно помещается. Желудок растянулся. И китайские девушки привыкли? Да, привыкла. Мне очень нравится. Особенно, в принципе, можно это называть культурой еды. Но напитки, снеки, вообще еда очень доступная, недорогая и разнообразная. Да, вот. Что на ночном рынке можно покушать в 12 часов ночи. В магазине. Спокойно идите в ночном рынке, не переживайте за санитарной нормой? Нет. Вы все. Я тебе как-то сказали, что самая вкусная китайская еда в самых грязных устах. Так, проверили? Да, да. И правда? Да, правда. Ну ладно. Рекомендую. Хорошо. Вот с едой сталкивались размерами. Еще что-то было, что вот такое, блин. Может быть, менталитет китайцев. А что с менталитетом? Может быть, в плане того, что… Недопонимание какое-то было. А так… Недопонимание между иностранцами или китайцами, менталитет именно вот это было, да? Да, вот. И момент привычки переписки. А неживой встречи. Да, неживой встречи. Как-то всегда надо догадываться в каком-то плане, что человек имеет в виду, да. А так все хорошо. А как вы долго привлекали к повышенному интересу китайцев к вашей внешности? И как сейчас с этим ситуацией происходит? В девятнадцатом году было хуже. Но сейчас, из-за того, что тут много студентов из Синьцзянского автономного округа, многие люди меня сравнивают с Лигуркой. Я сначала не понимала, почему, что, как. Как мне объяснили другие китайцы, для более старшего поколения люди, которые не похожи на хана, то есть на ханских китайцев. Они думают, что это просто Лигура. Вот. И я даже сталкивалась с тем, у меня ребята рассказывали. У меня есть подруга. Она блондинка. И ее спрашивали, не выбирали ли она. Поэтому очень интересно, как у них это все устроено. Ну сейчас уже полегче. Ну конечно. Просили мне какие-то фотографии, видео, передачи приветов. Было ли что снимать из-под тяжка? Да. Ой. Конечно фотографируют. Зачастую из-под тяжка. В основном молодое поколение просит сделать селфи. Более старшее поколение, они все равно из-под тяжка. Стараются, выкручиваются. Вы уже спокойно отреагируете или как-нибудь входите в в этом входите? Я уже спокойно реагирую. Так, подходите. Да. Но я уже... Я устала. Я уже все. Знаете, как заменитый всем живется? Не знаю. Уже. Хорошо. Вот мы выделили с вами внимание, размер, еда. Что-то было еще? Почему? И менталитет. В принципе, очень много происходит не так, как написано в учебнике. Что очень странно. Вот, например, я всегда думала, что учителю надо обращаться не на «вы». Но зачастую китайские студенты просто обращаются на «ты». И я сначала... Может, они бескультурные какие-то, некультурные ребята. Ну, боже мой, стык и позор. Как бы сейчас я понимаю, что и учителям так проще. И это просто взято из учебника. И мы думаем, что надо на «вы», потому что у нас так принято менталитете. А у них все попроще. Все попроще, да. Я думаю, везде так, что не так, как в учебниках. То есть у ребят можно успокоиться. А вот какие бы вы советы дали ребятам, которые либо хотят поступать в Китай, либо уже поступили и вот в этом шагу здесь варятся? Мне кажется, все равно, несмотря на то, какая у вас специальность, очень важно хорошо владеть китайским языком. В свое время я очень пренебрежительно к этому отнеслась и потом очень сильно пожалела, потому что общение с учителями, подготовка к экзаменам, вообще понимание педагога на уроке это очень важно, потому что зачастую учителя говорят какую-то важную информацию, которой нет в учебнике. Ее нужно записать, запомнить. А так, что ты спрашиваешь от классника или кого-то еще, это замедляет процесс. И, конечно же, при дальнейшем общение с китайскими ребятами, какая-то жизнь в Китае, активность и все равно для этого очень нужен китайский. То есть обращать внимание именно на китайский столик. А вот для социализации, я думаю, что нужно им пожелать больше не бояться участвовать в каких-то мероприятиях, больше общаться с китайцами. Сейчас, в принципе, я заметила такую тенденцию. Многие китайцы сами идут на встречу к иностранцам. Так, ребята, может быть, это только когда иностранцы ищут помощь. Но у нас есть ярмарка клубов, и я замечаю, что многие китайцы подходят знакомиться с иностранцами. Иностранцы вступают в китайские клубы, происходит культурный обмен, и многие китайские студенты хорошо владеют английским языком. Поэтому, в принципе, нет каких-то проблем в этом плане. Даже если плохой китайский, все равно можно общаться. То есть вам все не справится? Конечно. Вы бы посоветовали ребятам, которые сейчас посмотрят одно интервью, поступать в Китай, пробовать, не бояться? Да. Чтобы вы им сказали, вот они вас могут. Остропайте Китай. Они сделать приключение? Классно все будет? Все будет классно, сложно, но классно. Сложно, но классно. Сложно, но классно. Так и по жизни сложно, но классно. Главное не бояться, главное делать. Не важно, будет идеально или не идеально, делать, пробовать и наслаждаться. Сейчас я смотрю на прошлое меня и думаю, это был такой пустяк, это вот такая мелочь. Но раньше-то казалось, это позже, это апопея, это никак не решить. Ну, всё решаемо, в жизни всё решаемо. Спасибо вам большое за интервью, спасибо, что вдохновили наших маленьких слушателей. Спасибо вам за ваш опыт и ждём вашего скорейшего выпуска, да, и поступления в магистратуру. Спасибо. До свидания.